Летят самолеты, плывут корабли, а еще едут поезда, троллейбусы и автобусы. Как организовано транспортное сообщение в регионе и какие есть проблемы, обсудили на коллегии Департамента дорожного хозяйства региона. 2016-й был годом нелегким, но плодотворным. На 2,5 миллиарда выделенных средств восстановили 43 километра дорог, ямочно отремонтировали 14 тысяч квадратных метров трасс, установили тысячи дорожных знаков. Зоной особой ответственности Департамента является работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Для повышения ее уровня в прошлом году на региональных дорогах нанесено 2700 погонных километров горизонтальной дорожной разметки, что на 700 километров больше, чем в 2015 году. Этот показатель мы также будем улучшать и в текущем году. Ликвидировано за счет нанесения шумовых полос, барьерных ограждений, светофоров, шесть очагов аварийности. Хорошие дороги, безопасное движение. В 2016-м на 22% сократилось количество ДТП. В результате конкурсных процедур заключено 97 государственных контрактов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. При этом экономия бюджетных средств в результате их проведения составила более 30 миллионов. Планы на текущий год касаются всех видов транспорта. Губернатор рекомендовал увеличить количество авиарейсов и направлений. В 2016-м Ивановский аэропорт переправил 18 тысяч пассажиров. Необходимо наладить водные перевозки, обеспечить бесперебойную работу транспорта пригородных направлений. В наступившем году предстоит сделать многое. Продолжить строительство западного обхода города Иваново, реконструкцию автомобильной дороги Лежникова, Хозникова, Шуя, в Лежницком и Шуйском муниципальных районах. Завершить этап строительства автомобильной дороги Жажливой-Илинской в Кенишемском муниципальном районе. На маршрутах региона работает 1300 автоединиц. Муниципальный транспорт отсутствует только в одном муниципалитете, в Кохме. Решение этой проблемы задача на 2017-й. В этом году мы будем проводить конкурс на маршрут. Это микрорайон Просторный, который вновь строится в Кохме. И много обращений поступает в том числе и в наш адрес по вопросу транспортного сообщения до социально значимых учреждений и к местам захоронения. Приглашенные на коллегию депутаты регионального парламента специалистам ведомства обещали в этом году средства на ремонт и содержание дорог региона не урезать. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.